Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о самых редких и загадочных природных явлениях, которые когда-либо наблюдал человек. Земля полна тайны, чудес, и среди них есть такие, которые остаются незамеченными для большинства из нас. От необычной туманной радуги и загадочных световых столбов в небе до кровавых дождей и огненных смерчей. Эти феномены завораживают, вдохновляют и даже пугают. Задумывались ли вы когда-нибудь, как рождаются такие чудеса? Какие условия необходимы для их появления? В этом видео мы не только расскажем о самых удивительных природных явлениях, но и объясним их с научной точки зрения. Приготовьтесь увидеть невероятные кадры и узнать о местах, где можно стать свидетелем этих редких явлений. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А теперь давайте вместе откроем самые редкие природные чудеса нашей планеты. Кровавый дождь. Насколько же это жуткое зрелище, когда вместо обычного дождя с неба льется зловещий поток, красный как кровь. И это не метафора из художественной литературы, а настоящее природное явление. О кровавом дожде стало широко известно в 2001 году, когда в индийском штате Керала пошел дождь, оставивший после себя красные лужи. Красный дождь лил с перерывами в течение нескольких недель. Первоначально считалось, что дождевая вода просто смешалась с ветеоритной пылью от гипотетического взрыва небесного объекта. Последующие исследования показали, что дожди в Индии оказались окрашены спорами от местных водорослей. За всю историю такие кровавые дожди были не раз. И в седой древности, и в более близкие к нам времена. Как правило, обыкновенные капли воды окрашивал в кроваво-красный цвет песок пустынь, принесенный вместе с воздушными массами. Но бывают и техногенные причины. Например, аварии на производствах с выбросом какого-либо вещества в атмосферу. Ледяные яйца или ледяные шары. Это явление случается очень редко и, как правило, в краях с суровым климатом. Эксперты поясняют, что ледяные шары появляются, когда совпадают сразу несколько условий, причем и в воде, и в воздухе. Температура воды должна быть близка к точке замерзания и не должно быть сильного ветра. Тогда вода, обволакивая какой-либо предмет, гальку, мусор, кусочек льда или песчинку, застывает и образует ледяную корку. Новые волны добавляют следующий слой и делают поверхность образования гладкой. Так постепенно появляются ледяные шары. Как правило, ледяные шары образуются в местах с холодным климатом, прежде всего в арктической зоне на берегах Ледовитого океана. Хотя они появлялись и в Эстонии, Финляндии, Северной Америке и Северной Германии. Если вам посчастливилось увидеть такие ледяные шары, вы настоящие везунчики. Особенно если под рукой оказался фотоаппарат или телефон с качественной фотокамерой. Красный спрайт. Мечтаете увидеть красный спрайт во всей красе? Тогда вам придется забраться выше облаков, в мезосферу. Для тех, кто не в курсе, красный спрайт – это особый вид молнии, возникающей в верхних слоях атмосферы планеты в сильную грозу на высоте около 50-100 км. Как и все молнии, она вызывается избытком электрического заряда в грозовых облаках. Однако конкретно в этом случае выбрасывается вверх в ионосферу, а не вниз на Землю. Спрайты появляются через доли секунды после удара обычной молнии, чаще всего они возникают группами. Диаметр группы может достигать 100 км в поперечнике. Длина спрайтов, как правило, держится в пределах нескольких десятков километров. Эти красные вспышки света, напоминающие гигантские медузы, часто появляются и быстро исчезают. Продолжительность жизни спрайта всего около 100 миллисекунд. Так как спрайты формируются за облаками, их крайне редко удается увидеть с Земли. Большая часть известных фотографий феномена была сделана либо с самолетов, либо из космоса. Огненная или округлогоризонтальная радуга. Нет, это не искусственный интеллект. Это огненная радуга, один из видов гала и относительно редкий оптический эффект в атмосфере. Она образуется из-за прохождения света через легкие, высоко расположенные перистые облака и возникает только тогда, когда Солнце находится очень высоко в небе. Выше 58 градусов над горизонтом. Кроме того, шестиугольные ледяные кристаллы, из которых состоят перистые облака, должны иметь форму толстого листа и своими гранями быть параллельно Земле. Свет входит в вертикальную грань кристалла и выходит с нижней стороны, преломляясь таким же образом, словно он проходит через призму. В своей полной форме дуга имеет вид большой полосы яркого спектра, идущий параллельно горизонту. Примечательно, что перед огненной радугой не обязательно должен идти дождь. Она может появиться совершенно спонтанно, чем и отличается от обычной. Увидеть феномен огненной радуги вы можете только в том случае, если будете находиться не далее 55 градусов к северу или к югу от экватора, поскольку в других широтах Солнце не поднимается на требуемую высоту. Вулканическая молния или грязная гроза Это явление характеризуется появлением молнии в облаке пепла, поднимающегося из жерла вулкана в момент извержения. Яркие вспышки света, часто сопровождающиеся сильными звуковыми эффектами. Откуда они берутся? Считается, что вулканическая молния обусловлена различными электрическими процессами, происходящими во время извержения. Например, поднимающиеся из жерла частицы золы несут положительный заряд, а уже опускающийся пепел отрицательный. Сталкиваясь они, вызывают электрические искры. Из-за большого числа твердых частиц вулканического пепла такие явления также называют грязными грозами. Помимо этого, во время извержения из магмы высвобождаются значительные объемы воды, которая из газообразного состояния конденсируется в жидкое, а при замерзании образует частицы льда. Это, в свою очередь, приводит к увеличению числа частиц, взаимодействующих между собой, в результате чего число молний возрастает. Подобное адское представление в 2016 году устроил вулкан Сакурадзима в Японии. Но бояться вулканических молний не стоит, ведь основную опасность несет само извержение. Брайникл или палец смерти. Название палец смерти жутковатое, но именно оно отражает суть этого явления, и сейчас вы поймете почему. По сути, брайникл – это морская сосулька, которая формируется в толще холодной океанической воды, под ледяным покровом и стремится ко дну. Как же она возникает? Вода в океане соленая, но при замерзании она образует опресненный лед. При этом лишняя соль может скапливаться в полостях внутри ледяной толщи, растворяя окружающий лед и постепенно стекая к низу. При понижении температуры атмосферы лед тоже охлаждается, как и насыщенный солевой раствор внутри него. Чем соленее раствор, тем он холоднее. При этом температура воды в океане может быть в 10 раз теплее. Когда лед трескается, плотный и переохлажденный солевой раствор замораживает окружающую воду вокруг своего потока, образуя трубу. Поток стекает по этой трубе, пока не достигнет дна, затем течет по дну, замораживая все на своем пути. Морские звезды, ежи и другие морские животные, попадая в эти огромные замороженные трубки, замерзают и погибают. Увидеть Брайникл вживую нам с вами вряд ли удастся, ведь для этого нужно будет погрузиться в ледяную воду океана где-нибудь у полюса. Световой столб. В жарких местах планеты вы не встретите это одно из самых красивых явлений в атмосфере. А вот жители очень холодных регионов, как в Арктике, так и в Антарктике, периодически становятся свидетелями световых столбов, будто зависших в воздухе. Оптический эффект возникает при отражении лучей от ледяных кристаллов, парящих в воздухе. К тому же должны быть определенные условия. Низкая температура примерно от минус 15 градусов и ниже, и влажность. Участвующие в создании светового столба льдинки это не хаотично рассеянные в пространстве кусочки замерзшей воды. Их внешний вид, ориентация и движение подчинены строгому порядку. Свет, исходящий от фонарей, прожекторов или ярких небесных тел отражается от граней мельчайших ледяных призм. Так и получаются световые столбы. Свет идет снизу от земли и вертикально рассеивается на зависших в воздухе кристаллах. Чем ниже источник света, тем столб выше. Поэтому, если световой столб будет исходить от Солнца или Луны, то он будет выглядеть скромнее. Глория Еще один экспонат в коллекции редких и невероятно красивых природных оптических явлений. Глория наблюдается на облаках, расположенных прямо напротив источника света. Наблюдатель должен находиться на горе или в воздухе в самолете, а источник света — Солнце или Луна — за его спиной. Солнечный свет преломляется, раскладывается на спектр, в каплях — влаги — облако и возвращается к наблюдателю. В этом оптическом эффекте тень не играет никакой роли, она просто показывает место, противоположное источнику света. Там и образуется Глория. По своей палитре этот идеальный круг напоминает радугу. Красный цвет расположен на внешнем кольце, голубоватый — на внутреннем. Интенсивность и размер Глории могут меняться в зависимости от условий окружающей среды. Это может создавать прекрасное зрелище, когда Глория постепенно появляется или исчезает. Люди систематически видят Глорию на склонах немецких гор Гарц, недалеко от пика Броккен. Благодаря этому явление стало широко известно под зловещим названием «Броккенский призрак». Огненный смерч Природа частенько преподносит нам сюрпризы и не всегда приятное. Вот, к примеру, возьмем огненный смерч. Это редкое явление представляет собой столб огня, уничтожающего все на своем пути. Пугающее зрелище. Как же он возникает? Формирование огненного смерча происходит, когда несколько очагов возгорания объединяются в один огромный костер. Воздух над этим местом нагревается, его плотность уменьшается, и огонь поднимается вверх. Холодные воздушные потоки устремляются вниз, там моментально нагреваются и снова поднимаются вверх. Огненный столб увеличивается и начинает закручиваться против часовой стрелки, и скорость вращения воздуха в этот момент может быть около 400 км в час. Внутри торнадо возникает тяга, как в дымовой трубе, только намного сильнее. Температура может достигать 600, 800 и даже 1000 градусов Цельсия. Еще одна опасность – смерч может выстреливать из себя горячие обломки, что приводит к возникновению новых пожаров рядом. Возникнуть огненные смерчи могут в любом месте, где происходят обширные возгорания. У них нет специфической географии. Туманная радуга Широкая блестящая белая дуга – это и есть туманная радуга. В отличие от обычной, эта радуга окрашена в очень бледные цвета и, как можно понять из ее названия, появляется она во время тумана, а не дождя. Происхождение этого явления легко объяснить. Капли воды, которая образует туман, очень маленькие. Их радиус не более 25 мкм. Размер капель не позволяет солнечному свету в них преломляться, как это случается при образовании обычной радуги. Радуга приобретает белый цвет, за что ее нередко называют белой. Изредка внутри сторона белой радуги может быть окрашена в бледно-фиолетовый цвет, а внешне – в бледно-оранжевый. Если цветная радуга – довольно частое явление, то туманную можно наблюдать весьма редко. Такую радугу можно увидеть, если стоять спиной к солнцу и смотреть в сторону тумана. Туман при этом должен быть достаточно тонким, чтобы сквозь него могла проходить видимая часть спектра солнечного света. Кстати, в отличие от цветной, туманная радуга наблюдается и ночью. Друзья, а вам доводилось видеть подобные редкие явления природы? Делитесь с нами в комментариях. На этом у нас все. Спасибо вам за просмотр!